Зачем же нужна красная нить на запястье? И почему все ее носят? От нищебродов до супер богатых людей и политиков. Остановитесь! Итак, красная нить это мощнейший оберег от злости, ненависти, сглаза и другой негативной энергии, которая вокруг нас постоянно летает. Мы каждый день подвергаемся атаке всеми видами негативной энергии. Люди есть разные, есть энергетически очень сильные, есть очень слабые и очень ранимые. Конечно же, для таких и предназначена наша красная нить. Итак, если ваша красная нить находится на левом запястье, носить ее необходимо не более 40 дней. После этого ее необходимо сжечь. Так как данная нить принимает на себя все вот эти негативные энергии и защищает в этот период своего обладателя. Если же вы больны и хотите избавиться от любой болезни, повяжите красную нить на правое запястье и свято ежесекундно верьте в исцеление. Тогда красная нить также вам поможет. Нить необходимо брать только шерстяную. Она может быть потоньше, потолще. Это не имеет значения. Также не рекомендуется завязывать нить на руке самому. Это должен сделать друг, родственник или другой светлый человек. Конечно же, в это время, когда он завязывает вам нить, он должен желать вам только всего хорошего. И только положительно должен быть настроен на вас. Человеку, который будет повязывать данную нить на ваше запястье, вы должны безоговорочно доверять. По некоторым данным, во время завязывания необходимо сделать 7 узлов. Тогда нить максимально сильно будет на вас работать. В момент завязывания вы должны мысленно попросить у нити того, чего вы желаете. Ну, например, защиты, удачи. Если вы просто попросите денег, конечно же, ничего не сбудется. Ваши желания должны быть светлые, истинные и некорыстные. Человек, который завязывает вам нить и делает много узелков, в это время должен читать молитвы. Молитв очень много. Самая простая – это «Отче наш». И есть еще очень сильные молитвы. Вот они. Также есть очень сильная молитва для защиты и от дурного сглаза. Каждая молитва сильна по-своему. Не стоит прибегать к действию всех молитв. Пусть человек, который повязывает вам нить, выберет ту молитву, которую он считает максимально эффективной для вас. Повязанная красная нить не должна сдавливать руку. Негативная энергия может воздействовать на человека не только из внешних источников, а сам человек может излучать также негативную энергию. И красная нить также будет забирать на себя эту негативную энергию. Эта шерстяная нить должна быть обязательно ярко-красной. Почему ярко-красная? Ну, по легенде считается, что именно ярко-красный цвет максимально эффективно забирает в себя все виды негативной энергии. Ну и помните, красная нить это не панацея от сглаза, ненависти и другой негативной энергии. Она выступает в качестве инструмента для самовнушения. Ну и, конечно, ее действие максимально проявляется именно для того, кто верит в ее целебную, магическую и защитную силу. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.